В далёком 1951 году, 21 ноября, в деревне Дресвяты состоялось собрание представителей трёх соседних колхозов – Витзевского района Белоруссии, Дукштадского района Литвы и Грифского района Латвии. На собрании было принято решение о строительстве общими силами межколхозной гидроэлектростанции. Строили Дресвятскую ГЭС около трёх лет и, что называется, всем миром, с песнями и лозунгами, лопатами и тачками, как и на всех стройках того беспокойного времени. 19 июля 1953 года состоялось торжественное открытие ГЭС «Дружба народов» в присутствии 20 тысяч человек и правительственных делегаций трёх союзных республик. А через 30 лет после этого исторического события на противоположном литовском берегу озера Другшай дал первый ток атомный гигант, построенный в кратчайшие сроки огромным многонациональным коллективом строителей, монтажников и эксплуатационщиков, приехавших на грандиозную стройку со всех уголков необъятного союза. История повторилась. Изменились масштаб и значимость события. Но всё это было потом, а вначале было слово. Игнолинская атомная станция имеет свою историю, и долгую историю, не только 25-летие, которое мы сейчас празднуем. Но начало было ещё в 60-е годы, когда, учитывая потребность электрической энергии в северо-западной энергосистеме Советского Союза, начали искать место для мощной станции. Искали долго в разных республиках, областях Белоруссии, но и на берегу Курского залива в Литве. Конечно, это вызвало реакцию очень такую сильную, потому что никто тогда не знал, что такое атомная станция, как она будет работать, как она будет действовать на окружающую среду и так далее. Государственный комитет по науке и технике издал распоряжение найти возможные площадки для строительства атомной электростанции. Это было сделано в 1958 году. В том же году были отправлены уже пять студентов учиться в Московский энергетический институт, в том числе и я. Одна площадка была выбрана в этой электрической постройке, потому что изменились возможности газа, которые можно было подать из Украины. И поэтому эти планы чуть-чуть изменились, но, как видите, не так уж надолго, потому что уже в 1971 году уже начали подготовку для Игнолинской станции. Так что эти несколько площадок, да, они были даже в странных местах, но все-таки они были выбраны. Это было уже сделано этим комитетом, а комитетом руководил Альгрида Жукаускас. Возможности строительства в Литве атомной электростанции обсуждались в высших эшелонах власти еще в конце 60-х годов прошлого столетия. В июне 1971 года на Научно-техническом совете Министерства энергетики и электрификации при обсуждении пятилетнего плана 1971-1975 годов рассматривалась схема покрытия электрических нагрузок северо-западной энергосистемы, объединяющей северные районы Белоруссии, Калининградской области, Литвы, Латвии и Эстонии. Было указано на отсутствие мощных энергетических источников в этом регионе, что и стало основной причиной принятия решения о строительстве атомной электростанции в Литовско-Белорусском регионе. В сентябре этого же года решение НТС получило официальное продолжение в виде постановления правительства номер 684-200 о строительстве первой очереди АЭС электрической мощностью в 3000 мегаватт. Госпланом заказу был присвоен номер 1221. Главным требованием при определении места строительства атомной электростанции было обеспечение ее водой для охлаждения и надежной в инженерно-геологическом отношении платформой. Решением этой проблемы буквально на второй день после выхода постановления занялись специалисты-проектировщики Ленинградского отделения теплоэнергопроект. На трех десятках крупнейших озер в Литовско-Белорусском регионе страны были проведены комплексные исследования, в результате которых были определены три района размещения будущей АЭС – озеро Нароч, каскад Снудских озер у города Браслов и озеро Другшай. Последний вариант выгодно отличался от первых двух геологическим строением грунтов, удовлетворяющих требованиям строительства АЭС. Первый технический проект АЭС проектировщики ТЭПа выполнили на белорусском берегу озера Другшай, использовав для этого проект первой очереди Ленинградской АЭС с двумя реакторами РБМК-1000. Так возник вариант строительства Другшайской АЭС. Однако оказалось, что основанием выбранной площадки являются пески-плавуны, непригодные для строительства АЭС. Мероприятия по стабилизации песков оценивались проектировщиками в огромную сумму – 500 миллионов рублей, в то время как стоимость всего строительства первой очереди составила 879 миллионов рублей. Поэтому остров стал вопрос о переносе места строительства. Проектировщиками и изыскателями Ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексной энергетической технологии в НИПИЭД к этому времени был обследован участок на литовской стороне озера, где геологические условия позволяли без каких-либо серьезных инженерных мероприятий возводить станцию. А после проведения более детальной экспертизы местности и транспортных магистралей, комиссия, в состав которой вошли представители республики, проектных организаций и Ленинградская АЭС, пришла к выводу, что намечаемую строительством АЭС целесообразнее разместить на литовской стороне озера. После того, как было принято решение, здесь срочно были высажены два десанта наших изыскателей. Это гидрологи Влада Мишуринского и полевая партия геологов Бориса Бустрова. Они буквально здесь в течение нескольких лет изучили гидрологию, топографию сделали, грунты, скважины набурили. Я не знаю, тут сотнями, по-моему, исчисляются. Практически все площадки были изучены. И с учетом их данных, главным институтом НИПИЭД разрабатывалась уже рабочая документация. Как практика показала, выбор площадки именно здесь, на литовском берегу озера Другшай, это с технической точки зрения было абсолютно верное решение. Таким образом, приступив в феврале 1972 года к выбору площадки на литовской стороне озера Другшай, уже через два года в НИПИЭД выполнил технический проект АЭС с РБМК 1000 ленинградского типа. Это был второй проект Другшайской АЭС, которому не суждено было воплотиться, как и первому. А причиной стало решение Межведомственного технического совета оснастить эту станцию новыми реакторами мощностью 1500 мегаватт. В августе 1975 года министр Славский утверждает задание на проектирование ДАЭС с реакторами 1500, а уже 1 сентября в НИПИЭД официально начинает выполнение этого проекта. В конце 1975 года по просьбе руководства Литвы Другшайская АЭС была переименована в Игнолинскую атомную электростанцию в соответствии с местом нового расположения в районе города Игналины. С этого времени на атомной карте мира появляется самая мощная станция с мягким и красивым названием – ИАЭС. Почему выбрали именно этот тип реактора, почему именно четыре блока, почему именно выбрали эту площадку? Ну, во-первых, к тому времени уже успешно эксплуатировалась Ленинградская атомная электростанция, кстати, на которой я и начинал, с первого блока РБМК-1000. И тогда было принято решение, что в проекте РБМК были заложены достаточно большие резервы, и не меняя фактически активную зону реактора, можно было в полтора раза увеличить электрическую мощность станции. Был уже хороший опыт эксплуатации, были хорошие идеи, как улучшить системы РБМК-1000, и все это было воплощено конструкторами в нашем первом блоке. После утверждения министром Славским акта по выбору площадки в июне 1973 года начался период развертывания строительства и АЭС. Начинать стройку поручили строителям и монтажникам Ленинградской АЭС. На литовской земле был высажен десант первопроходцев из знов организованного СМУ-9 под управлением Геннадия Максимовича Середы. Самой ЛАЭС и персональный заместитель директора по капитальному строительству, Солдатову Ивану Григорьевичу, поручили образовать дирекцию строящейся станции и заключать договора на строительство и поставку оборудования. Генеральные проектировщики АЭС в НИПИЭД город Ленинград и НИКИЭД город Москва совместно с подрядными проектными организациями Оргстроенный проект Москва, КТЭП Киев, ЛенПСК Ленинград, Кауновский граждан проект и другие в максимально короткие сроки начинают выдачу проектной документации на строящиеся объекты. Союзное объединение в НИПИЭД располагало мощнейшим потенциалом непосредственно в Петербурге на улице Саушкина проектировщиков было около пяти тысяч человек и еще плюс были отделения по стране. Объем документации, выпущенный нашим институтом, ну мы его тогда исчисляли не на альбомы, а на, там, можно сказать, тоннами. И каждая доставка сюда документации – это маленький грузовичок. А для ускорения процесса формировали этот грузовичок в ночную смену в институте и к утру все было здесь у заказчика. Достаточно быстро, в течение недели она поступала в производство работ и строители ее воплощали. 8 октября 1975 года приказом министра среднего машиностроения номер 209 создается Западное управление строительства, ЗУС. По возведению Игнолинской АЭС и города для работников станции. Начальником стройки утвержден Геннадий Максимович Середа, главным инженером Вадим Михайлович Багрянский. Задачи перед молодой организацией ЗУС сразу же были поставлены грандиозные. Начать строительство основного объекта, формировать строительство объектов базы стройиндустрии вместе с управлением автотранспорта, управлением железнодорожного транспорта и управлением механизацией. Форсировать строительство автомобильных и железных дорог. И, конечно же, с опережением строить жилье. В начале 1976 года на базе ЗУС создаются крупные строительно-монтажные управления. СМУ-1 для строительства главного корпуса и вспомогательных зданий ИАЭС. СМУ-2 для строительства города-атомщиков. СМУ-3 для строительства базы стройиндустрии и баз монтажных организаций. Специализированного СМУ-4 для строительства дорог, коммуникаций, линий электропередач, военных городков и других жизненно необходимых стройки объектов. СМУ-5 для отделочных работ на основной площадке и в городе. За неимением поблизости мощной базы стройиндустрии генпланом строительства АЭС было предусмотрено сначала оборудовать сравнительно небольшую базу рядом с железнодорожной станцией Дукштас. Здесь должны были разместиться площадки для строительных конструкций, складские помещения для материалов, растворобетонный узел, котельная, стоянки для автотранспорта и тяжелых строительных механизмов, автозаправочная станция, мастерские, столовая, магазин, временное жилье. То есть все то, что обеспечило бы на первых порах жизнедеятельность стройки. Пионерная база, которая находится в 200 метрах от переезда, начала строиться в 1974 году. После создания СМУ-4 продолжила строительство пионерной базы в конце 1975 года. СМУ вело работы по вертикальной планировке, по наружным коммуникациям. Это водопровод, канализация, теплосети. Монтировала бараки из Савеловских секций. Строили отдельные здания временной базы УПТК, военного городка, который находился рядом с переездом. Также строили подъезды, площадки, тротуары из бетонных плит, станцию обезжелезвения питьевой воды, автозаправочную станцию, которая функционирует до сих пор. С пионерной базы мы начали строительство основной дороги на базу строя индустрии и основную площадку. Очень быстро был построен первый поселок строителей из Савеловских домиков. А начинался он с одного вагончика, где размещался участок в Цесновоборске в СМУ-9. Первый бетонный завод на пионерной базе начал давать бетонный раствор в 1976 году без стационарной компрессорной и склада цемента, которые были пущены в эксплуатацию немного позже. До этого бетон возили из города Доугавпилс. Нам предстояло построить автомобильные дороги от Духштаса до базы строя индустрии, до города, до основной площадки. Также железные дороги от Духштаса до БСИ, до основной площадки, до базы ОРСа. Кроме магистральных дорог, необходимо было построить межплощадочные, автомобильные и железные дороги. Это на базе ОРСа, на основной площадке, на УЖДТ. ССМУ-4 приступила к строительству дорог, осваивая совершенно новую для себя и механизм в предварительную вытрафовку болот под будущие автомобильные магистрали. Много трудностей приходилось преодолевать при строительстве автомобильных и железных дорог, проходящих через болото. Глубная вытрафовка в некоторых местах достигала до 12 метров. Автомашины для отвоза торфа и привоза грунта на замещение приходилось таскать бульдозерами. Были случаи, когда полотно дороги, отсыпанное накануне, проваливалось буквально за ночь и уходило в сторону. Приходило все начинать сначала. Автодороги прокладывали сразу в трех направлениях. Начали со строительства магистрали от пионерной базы в сторону БСИ и основной площадки. Закончив основную дорогу до БСИ, начали прокладывать дорогу на город, в устройстве которой помогали субподрядчики Заросайского дорожного управления. А пока на городскую площадку добирались от Заросайской трассы по лесной дороге через железнодорожный переезд. В конце октября было начато строительство железнодорожной ветки от станции Духштас до БСИ. Железные дороги прокладывала бригада мастера Гусева. Строительством дорог тогда занимались прораб Гараев и начальник участка Шарапов. ССМУ-4 вело также и другие, не менее важные, подготовительные для стройки работы. Работы на основной площадке, вытрафовка, вертикальная планировка, участие в строительстве ливневой канализации АЭС, котлована под основной корпус, подводящего канала, строительство зданий и сооружений БСИ и городков ВСО, подготовку трасс под наружные коммуникации, строительство объектов водозабора, теплотрассы и очистных сооружений. Кроме строительства объектов на площадке АЭС, ССМУ-4 занималась строительством промышленных зданий и сооружений, жилья и соцкульпт быта в городах и населенных пунктах республики. В Бенёдой построили зерносклад и мехмастерские. В Римше – столовую, магазин, котельню. В Ропинской – свинокомплекс на 6 тысяч голов, очистные сооружения, узел связи. В Цыкиняй – столовую, в Дукштасе – детский сад, школу, котельные, два жилых дома. Реконструировали дом культуры, узел связи, завод топливной аппаратуры, облагорожено воинское кладбище. Здесь, в братской могиле, захоронено более 120 бойцов. Казетишки с дом связи, видишки с школу, мехмастерские, выгноление, реконструировали поликлинику, пристройку к школе, военкомат. В Швенчонисе реконструировали молокозавод, построили фабрику по переработке лекарственных трав и больницу. Если дороги – это артерии стройки, то автомобильный и железнодорожный транспорт – ее кровь. Первые автомашины с ленинградскими номерами появились в 1974 году для подготовки развертывания строительства Игнолинской атомной станции. Формировались документы, проводились геологические вопросы, согласования проводились, а с ноября 1975 года учредили при ЗУСе строительные подразделения и транспортные хозяйства, которые начали оперативно решать основные возложенные функции и в короткие сроки организовывали УАД, УМИАД, УМ и УЖДТ. УАД Управление автомобильного транспорта руководитель Анатолий Бавкуненко создавалось для выполнения грузопассажирских перевозок строительных подразделений ЗУСа. Особенно ответственная работа выполнялась при перевозке персонала на работу и с работы с ближайших деревень Литвы, Латвии и Белоруссии. Кроме этого, вывозили в большом объеме грунт из котлованов строящихся блоков, круглосуточно перевозили бетон для непрерывной укладки, в период развертывания строительства города занимались перевозкой изделий крупнопанельного домостроения из Каунаса, Вильнюса, Клайпеды. УМ Управление механизацией руководитель Василий Епифанцев, главный инженер Владимир Киричко обеспечивало огромную стройку парком стационарных и передвижных грузоподъемных машин и механизмов, а также землеройными машинами для выемки грунта из котлована и строительства автомобильных дорог. Обслуживало сотни стационарных кранов, разбросанных по всей стройке. Для специалистов-механиков УМА не существовало проблем с ремонтом и наладкой любого механизма или машины, участвующих в строительстве. В УМИ обучали и аттестовывали специалистов грузоподъемных машин, компрессорщиков и других специалистов. УЖДТ Управление железнодорожного транспорта руководили им поэтапно по пять лет Сергей Голодок, Александр Кротов, Геннадий Ярославцев и Вадим Татарников. Все грузы для стройки поступали на подъездные пути станции Дукштас. Затем перевозились на площадки и базы стройки тепловозами ТГМ-3838, а затем ТМ-2. Перед железнодорожниками была поставлена задача своевременно подавать вагоны под выгрузку, убирать порожные вагоны и сдавать их обратно на станцию Дукштас. Также УЖДТ собственными вагонами должен был бесперебойно обеспечивать стройку песком, цементом, лесом, кирпичом и другими строительными материалами. Железные дороги станции строились с 1975 года в следующем порядке от станции Дукштас до Пионерной базы, затем до станции Строительная с сетью железнодорожных путей на БСИ и УЖДТ, до станции Заводская с сетью железнодорожных путей на базе оборудования и до станции Основная с сетью железнодорожных путей на территории станции. Протяженность главного подъездного пути от станции Дукштас до Стрелки номер 145 на Ору 24 километра. Пик поступлений вагонов пришелся на 1980-81 годы до 120 единиц в сутки, в том числе на базу до 25 единиц в сутки. Тяжеловесный и крупногабаритный груз базы оборудования переадресовывал на площадку монтажного треста для последующего укрупнения и доставки на строящиеся блоки. УМИАТ Участок механизации и автомобильного транспорта первый руководитель Владимир Габкоев, позже Василий Стракун был создан для обеспечения автотранспортом и механизмами подразделения монтажных управлений. Параллельно основных функций УМИАТ построил временный поселок монтажников на территории города и отличную базу транспортного хозяйства. АТХ автотранспортное хозяйство обеспечивало дирекцию ИАЭС транспортом для перевозок персонала, оборудования и материалов со всех республик бывшего союза, содержание улиц строящегося города, вывозки бытового мусора и обслуживание автомобильных дорог. Трудно переоценить вклад транспортников и механиков в общее дело строительства ИАЭС базы строиндустрии города. На начало 1983 года перед пуском первого блока в автопарке управления автотранспорта насчитывалось 792 автомашины. Управление механизацией эксплуатировало 446 единиц различных механизмов. АУЖДТ имел 7 тепловозов и 323 собственных вагонов. По проекту застройки на базе строиндустрии предполагалось разместить десятки организаций. Это управление механизацией, управление автотранспорта, управление механизацией и автотранспорта, управление энергоснабжения, МСУ-21, УПТК, это управление производственно-технологической комплектации, ФОС, это филиал Обнинского завода. Они занимались изготовлением металлоконструкции, трубных сборок для станций. ФОК, это промышленная отопительная котельная, которая должна давать было тепло как базе строиндустрии, так и городу. Строительство всех этих объектов началось в основном в 1977 году. Стройку поручили СМУ-3 и СМУ-6. Но после расформирования данных предприятий, когда началась основная работа на станции, все эти работы перешли к СМУ-4. Для начала строительства необходимо было выполнить большой объем земляных работ по вертикальной планировке. Подъездных дорог не было и в помине. Машины и механизмы тонули в грязи и болотной жижи. Даже автобусы с рабочими к объектам подтаскивали бульдозерами. Первый блок станции строился в деревянной опалубке. Для этого одним из первых цехов на базе был пущен лесопильный цех. Но затруднение было с вывозкой пиломатериалов, так как не был готов автомобильный подъезд и лесовозы приходилось таскать бульдозерами. Одновременно строились котельные, бетонные растворные заводы, первая столовая, первый магазин продовольственных промышленных товаров, склады базы УБТК, мастерские монтажных и электромонтажных организаций. Цеха на БСИ строились быстрыми темпами, также быстро рос и коллектив УПП. Работали самозабвенно, не считаясь со временем. Необходимую стройке продукцию выпускали, не дожидаясь, когда будут застеклены оконные проемы, зачастую без кровли, накрывая внутренние электрические подстанции от влаги. Круглые сутки, без выходных и праздников выгружали железнодорожные составы с песком, щебнем, цементом, металлом, лесом. Для решения вопроса по обеспечению работающих на строительстве продуктами питания в первой половине марта 1975 года начинают работу отделы рабочего снабжения. К тому времени была построена огромная уникальная промышленная база площадью примерно 200 на 300 метров с крытым теплым дебаркадером с двумя железнодорожными путями, куда могли свободно вместиться несколько десятков вагонов с грузом. Продолжение следует... К моменту начала строительства Игнолинской атомной станции Минсредмаш обладал огромным опытом строительства подобных объектов атомной энергетики и города спутники были неотъемлемой частью этих объектов. Поэтому для Игнолинской станции сразу же естественно стал вопрос строительства города спутника. БКП-6 в составе головного института ВНИПИЭД, которому поручили функцию генерального проектировщика, сформировало свою концепцию, свое видение. Ну и на первых этапах оказалось, что это не совсем созвучно видению литовских архитекторов, которые естественно хотели вложить свой вклад в лицо города. Станции они не вмешивались непосредственно в промышленные объекты, потому что там другая специфика, а город на литовской земле должен был что-то нести свое. Поэтому после некоторых трений между архитекторами ВНИПИЭД и литовскими архитекторами был найден разумный компромисс. Он выразился в том, что за ВНИПИЭДом в основном был оставлен генеральный план, наружные сети, благоустройство в основном, дороги, проезды, жилищную застройку поделили, панельные дома привязывал как правило ВНИПИЭД, а часть объектов именно в кирпичном исполнении взяли на себя проектные организации Литвы. А что касается соцкультбыта, то в основном основная масса объектов была запроектирована литовскими архитекторами. Поэтому это придало городу своеобразный колорит, который, вот если кто бывал в других городах, бывший Минсредмаш, Сосновый Бор, да, это вроде похоже, но не совсем. Нероссийский чистый город получился. Получился разумный компромисс. Это отмечают все, кто здесь бывал, кто живет в нем. Город несет своеобразный колорит. В июне 1975 года начата подготовка котлована для первого дома. 24 июля над будущим городом поднялся первый башенный кран. А в августе на месте будущего центра города состоялся митинг и открытие памятного камня, ознаменовавшего закладку города атомщиков. На памятном камне, напоминающем очертания границ Литвы, была сделана надпись на литовском и русском языках. Здесь будет построен город энергетиков атомной электростанции. Август 1975 года. Под марш духового оркестра руководители Литвы и стройки перерезают ленту. Голубое полотнище падает с камня под бурные аплодисменты собравшихся. Его поддерживает начальник строительного управления Геннадий Середа и заместитель директора ИАЭС Иван Солдатов. Так было положено начало строительству самого молодого города Литвы. Ко дню открытия камня был заложен первый фундамент жилого дома номер 3 Посидулинас Аллея. Строила город СМУ-2 Западного управления строительства. Руководил я главным инженером. У меня был Илья Брикер. Мы возводили жилые дома в панельном кирпичном исполнении, а также социально-бытовые объекты только в кирпичном исполнении. Конструкции панельных домов поставлялись с Вильнюсского, Кауновского, а затем из Клайбинского домостроительного комбината. Строили не только жилые дома, но и начали строительство необходимых существующих объектов. Это водозабор, котельные больничного городка, главные понизительные подстанции, подземный проходной канал для прокладки коммуникации через весь первый микрорайон, очистные сооружения, временные котельные на территории рынка в первом микрорайоне, временные очистные сооружения на окраине третьего микрорайона, временный водопровод из озера Висогенос до временной котельной, временной скважины питьевой воды за котельной больничного городка. В апреле 1977 года сдали первые три дома общей площадью 8400 квадратных метров. Самым первым решили считать дом по космосу 6. Город будущего строили с большой любовью, поэтому тут практически нет домов-близнецов и одинаковых безликих дворов. Жители радуются тому, что живут в удобных квартирах, спланированных санкт-петербургскими, вильнюсскими, кауновскими, клайпецкими и обнинскими проектировщиками. В детских садах города есть плавательные бассейны, просторные спортивные и музыкальные залы. В каждом микрорайоне спортивные площадки, детские качели, различные малые архитектурные формы для детских игр. Город оригинален еще и тем, что построен на разных уровнях с максимальным сохранением естественного природного ландшафта. Исключение составляет лишь третий микрорайон, построенный на месте осушенного болота. Первую, построенную в городе энергетиков улицу, строители нарекли улицей надежды, в надежде на то, что Литва и этот многонациональный город станут их вторым домом. При строительстве поселка Атомщиков за основу был взят проект Баттерфляй Бабочка. Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, он действительно похож на Бабочку, правда без одного крыла. Это крыло должны были достроить параллельно с третьим энергоблоком Игнолинской АЭС. Но жизнь внесла в планы строителей энергетиков свои коррективы. Когда Литва обрела независимость, строительство третьего блока сначала было приостановлено, а потом и полностью прекращено. Сегодня территория города 900 гектаров. Всего в городе возведено 250 жилых домов, в которых общая жилая площадь составляет более 600 тысяч квадратных метров. В Исагенсе есть 13 улиц, проспект Тайкос и аллея Седулинас. Уже и не вспомнить, когда и кто назвал строительную площадку станции, а затем и саму станцию, емким словом основная. Но прижилось оно надолго и не случайно. Именно к основной было приковано все внимание и все силы участников того незабываемого времени. Октябрь 1976 года. Начало подготовительных работ на основной площадке. Почти два года строители готовили место для возведения АЭС, вырубали лес, осушали почву, ставили вагончики, объединяя их в городки, создавали свои базы и склады, бытовки и прочие необходимые атрибуты строительной жизни. Совместно с геодезистами размечали площадки для котлованов, рубили просеки под дороги и линии электропередач. 20 марта 1978 года можно считать датой начала возведения главного корпуса станции. Именно в этот день был вырыт первый кубометр грунта на месте строительства будущей станции. Через полгода после начала работ на котловане 8 сентября 1978 года со всеми почестями и ритуалами при большом стечении народа в основании плиты реакторного блока был уложен первый кубометр бетона. Работа по основной площадке вело СМУ-1 руководимой Михаилом Михайловичем Багрянским. При всей своей мобильности и численности строительная организация номер 1 не могла покрыть тот физический объем работ которые было необходимо выполнить при строительстве Инолинской атомной станции. И поэтому руководством Западного управления строительства принимается решение об организации СМУ-10 которому поручено возводить объекты генераторной этажерки Морзала Д-0 объект теплационной установки станции. Через полгода перечень объектов СМУ-10 пополнился комплексом гидротехнических сооружений береговое насосное здание 120-1 подводящий сбросной каналы пристанкционный узел линии электропередач 110 и 330 кВт от пристанкционного узла до УРУ. С начала строительства энергоблока в связи с отсутствием производственных мощностей на базе стройиндустрии заводы БСА тогда только строились монолитные конструкции стен и перекрытие главного корпуса возводились по аналогии первого блока Ленинградской АЭС брус березовая фанера коренные леса из круглого леса ручная вязка арматуры несъемная опалубка железобетонная или металлическая применялись редко бетонирование монолитных конструкций производилось в основном в ночные смены подача бетона велась башенными кранами в бадьях приходилось тратить очень много времени на вибрацию бетона и все равно после распалубки обнаруживались большие раковины требующие ремонта избранная технология производства работ не могла гарантировать необходимого качества бетонных поверхностей требовала массу дополнительных трудозатрат по разборке опалубки повышала пожароопасность объекта нас специалистов пожарной охраны на строительстве первого энергоблока беспокоило применение сгораемой опалубки в результате которой мог произойти пожар проводилось много сварочных работ до 80 точек всю опасность понимала и руководство западного управления строительства понимала дирекции атомной станции и уже когда разработали несгораемую неснимаемую опалубку и стали применять на блоке но в готовых помещениях было старое сгораемое опалубкой на нижележащих отметках 17 ноября 82 года в 22 часа 30 минут произошел пожар от производства сварочных работ в левой части энергоблока реактор почти был уже смонтирован и возникла угроза не только по своевременному пуску первого энергоблока а по пуску вообще так как были уже пусконаладочные работы и монтажные полным ходом участие в тушении пожара принимали пожарные не только наши военизированные пожарные части по охране Игнолинской атомной станции но и 20 подразделений Литовской СССР Дауглпилса и Белоруссии пожар через сутки был потушен это конечно был самый большой пожар самый опасный пожар за всю историю Игнолинской атомной электростанции низкие темпы и качество возведения первого энергоблока станции потребовало коренной перестройки и в технологии строительства и в технологии управления стройкой Первая очередь базы строительной индустрии к этому времени была построена сдан в эксплуатацию бетонный узел для выпуска литых бетонных смесей и был резко увеличен выпуск сборных железобетонных изделий в том числе и неснимаемые железобетонные опалубки стройку укомплектовали бетономасосами которые круглосуточно вели укладку бетона в конструкции здания Первый бетономасос с манипулятором был задействован на бетонирование шахте реактора Впервые в практике строительства АЭС башенные краны были освобождены от подачи бетонной смеси Налажен выпуск арматурных блоков весом более 50 тонн и организована их транспортировка к месту монтажа Внедрение мощного кранового оборудования грузоподъемности до 50 тонн позволило в стороне от объекта на площадях базы стройиндустрии изготавливать начиненные закладными деталями опалубочные суперблоки весом до 60 тонн для монтажа двумя башенными кранами Основной объем строительно-монтажных работ был перенесен с объекта на сборочные площадки Технология возведения строительных конструкций изменилась коренным образом и к середине 1982 года возведение монолитных конструкций деревянной опалубки было прекращено Это была самая настоящая революция в строительном производстве по возведению подобных объектов такого еще не было в отечественной практике А что касается модернизации технологии управления то в мае 1981 года министр Славский меняет начальника ЗУС Середу Геннадия Максимовича на Семыкина Ивана Ивановича начальника Северного управления строительства под руководством которого было построено и сдано в эксплуатацию 4 блока Ленинградской АЭС А в марте 1983 года вместо директора ИАЭС Захарова Константина Игнатьевича назначает Луконина Николая Федоровича директора Ленинградской атомной электростанции После внезапной смерти Семыкина руководителем ЗУС назначается Юрий Федорович Жилин Вот этому тандему Жилин Луконин и предстояло организовать пуск блока в рекордно короткие сроки Для реализации проекта в целом времени явно не хватает и поэтому составляется перечень объектов и сооружений пускового комплекса которые необходимо подготовить и сдать подпусконаладочные работы к определенному сроку так называемая эксплуатационная зона Был составлен жесткий календарный график который определял технологическую цепочку по вводу объектов станции в эксплуатацию к концу 1983 года Этот график контролировал оперативный штаб стройки во главе с начальником ЗУС Жилиным и директором АЭС Луконин От Министерства среднего машиностроения был закреплен заместитель министра Усанов Александр Николаевич Два раза в сутки в 7.00 утра и в 17.00 вечера каждый день начальники СМУ начальники цехов ЕС механомонтажного отрезка электромонтажного управления представители проектного института в НИПЕД и ответственные представители других суподрядных организаций отчитывали за выполнение работ по объектам пускового комплекса один раз в месяц в работе штаба участвовал секретарь ЦК КП Литвы Альгардас Бразаускас Я уже будучи тогда секретарь по экономике имел такое поручение от республики поддерживать все контакты и решать вопросы которые связаны с жизнью республики и поэтому мне приходилось очень часто бывать на станции сопровождать руководство особенно министр Славский Ефим Павлович очень интересная личность интересный человек имеющий рассказать имеющий потребовать умеющий проводить планерки жесткие такие которые длились по нескольких часов с разными выступлениями анекдотами рассказами о прошлом о разных событиях Я работал очень всегда любил творческих людей любил понимаете так сказать и черствия может быть я самообольщался может мне казалось у меня были всегда очень хорошие взаимоотношения со всеми людьми даже такие крупные Александр Павлович Виноградов крупнейший академик умер понимаете уже несколько лет тому назад понимаете так вот на работу пришел приоткрыл дверь мой кабинет высунул вот так дверь он такой небольшой мужичонка замечательный мужик человеческий понимаете уже тоже страшно пожилой уже и улыбается а я за столом сижу я решил за хулиганство понимать я так что вам тут нужно заходите если вам что нужно а мне ничего не нужно мне только хочется на вас посмотреть естественно я был практически единственным от руководства Литвы который поддерживал контакты и с дирекцией и с строительным управлением и с многими организациями средмаш которые участвовали на этом строительстве вообще стройка была очень ответственна и я бы сказал что строители министерства вся система на это обращала очень я бы сказал большое внимание параллельно со строителями включаются в работу и монтажные организации в готовые помещения начинает поступать и монтироваться различное оборудование строго контролируемое специалистами дирекции в соответствии с перспективным планом развития энергетики бывшего союза главным институтом энергосеть проект разрабатывался проект электрических сетей для передачи больших мощностей по линиям электропередач сверхвысокого напряжения 750 кВт с объединением всех атомных электростанций размещаемых в западной части бывшей страны этот мощный энергетический пояс должен был соединить по ЛЭП 750 кВт к Кольской и Ленинградской атомной электростанции через латвийской подстанции Игнолинской АЭС через белорусской подстанции Чернобыльской АЭС а затем Ровенской и Хмельницкой атомной электростанции Кроме того предусматривалось сооружение ЛЭП 750 кВт от Игнолинской АЭС и в Калининградской области город Советск Самой мощной в этом энергетическом поясе была Игнолинская атомная электростанция 4 энергоблока с суммарной мощностью 6 млн кВт Она должна была осуществлять базовые функции в процессе регулирования и резервирования перетоков мощностью между северо-западной белорусской и южными энергосистемами Украины обеспечивая при этом устойчивую работу всех западных энергосистем Но Чернобыльская авария разрушила этот грандиозный энергетический проект и в 1989 году строительство второй очереди ИАЭС было прекращено Так вот сложились обстоятельства что Игнолинская атомная станция стала работать на двух энергоблоках в первой очереди По ЛЭП 330 кВт она распределяется в энергосистему Балтия в Литву по 2 ЛЭП Нерис и Утяна по Невежес в Латвии по 1 ЛЭП Ликсна а также в Белорусскую по 3 ЛЭП Белорусская Полоцк Молодечина Эти энергосистемы связаны между собой еще и по ЛЭП 110 кВт которые имеют связь с ОРУ 330 кВт через два автотрансформатора мощностью по 200 мВт Ампер Директивным графиком строительства ввод Игнолинской атомной станции в эксплуатации был запланирован на конец 1983 года При этом электроустановки по плану вводились в эксплуатацию с опережением технологических систем в следующий срок Открыто распредустройство 110 кВт 4 квартал 1982 года Распредустройство собственных нужд 604 кВт 2 квартал 1983 года Открыто распредустройство 330 кВт 3 квартал 1983 года И схема выдачи мощности от ТГ номер 2 4 квартал 1983 года Только через ОРУ 110 кВт можно обеспечивать подачу электроэнергии на собственные нужды блока для обкатки мощного технологического оборудования таких как ГЦН 5,6 мВт питательные электронасосы 5 мВт и многих других мощных агрегатов Строительно-монтажные и больших объемов работ в электротехнической части станции чрезмерно сжатые сроки для электроцеха было очень трудной задачей из-за недостаточной его укомплектованности Ведь только с 1981 года начался расширенный набор персонала электроцеха В ноябре 1982 года открытый распредустройство 110 кВт было введено в эксплуатацию а уже в декабре выполнена пробная подача напряжения с ОРУ 110 кВт на первый пускорезервный трансформатор установленный на пристанционном узеле станции Так, наша станция подключилась к энергосистемам Литвы и Латвии по двум ЛЭП 110 кВт которые, кстати, в кратчайшие сроки смонтировали строительно-монтажная организация ССМУ-4 С этого периода персонал электроцеха первый из всех цехов станции перешел в эксплуатационный режим работы и был размещен в зданиях реления щитов ОРУ 110-330 зданий 106 В марте 1983 года были введены в эксплуатацию первые 4 секции 6 кВт рабочие и надежное питание собственных нужд станции С этого периода эксплуатационный персонал электроцеха стал размещаться уже в основном здании энергоблока зданий 101-1 В июне 1983 года все 14 секций собственных нужд первого энергоблока были поставлены под напряжение благодаря этому стало возможным выполнение программы опробований и проверки работы технологического оборудования энергоблока Параллельно с монтажом ОРУ-110 кВт с 1982 года начались строительные монтажные работы по сооружению ОРУ-330 кВт еще более сложного электротехнического устройства Ввод в эксплуатации пустовой схемы ОРУ-330 кВт состоялся в октябре 1983 года и с этого периода главная схема электрических соединений станции вошла в эксплуатационный режим с оперативным управлением и введением центрального диспетчерского пункта управления северо-западной энергосистемой город Рига Это была большая победа всех участников сооружений не только самого ОРУ-330 кВт но и монтажно-строительных организаций электрических сетей Литов Энерго Белглав Энерго и Латов Энерго которые с высоким качеством работы и исключительно точные сроки смонтировали и подвели к ОРУ линии электропередач 330 кВт с этих энергосистем Кроме сооружения электроэнергетических установок станции ОРУ-110-330 кВт велись большие работы по монтажу наладки и вводу в эксплуатацию электроустановок общестанционных объектов такие как дизель-генераторные азотно-кислородные компрессорные установки комплекс по переработке жидких отходов хим-водоочистка электролизная и многие другие для новых и самых мощных в то время в мире энергоблоков инолинской атомной электростанции естественно требовались более надежные электроустановки и системы электроснабжения собственных нужд станции так на ОРУ-330 кВт устанавливались модернизированные воздушные выключатели ВНВ-330 кВт с повышенной разрывной мощностью впервые внедрялась двухъярусная схема подвесных гибких связей для более компактного размещения оборудования для наших турбогенераторов ТВВ-800 разрабатывались и устанавливались новые конструкции системы регулирования терристорного возбуждения сильного действия для обеспечения бесперебойного электроснабжения всех шести каналов систем безопасности и энергоблоков разрабатывались и внедрялись терристорные агрегаты бесперебойного питания АБП-1500 новой конструкции кроме того впервые в проектировании системы электроснабжения собственных нужд атомных станций для нашей станции была разработана стопроцентная схема резервирования рабочих трансформаторов питающих секции 6 кВт собственных нужд рабочее надежное электроснабжение разрабатывались и внедрялись новые устройства релизащиты и автоматики для системы аварийного электроснабжения собственных нужд надежного питания от независимых источников питания АВР сборок бесперебойного питания и другие огромное трансформаторное хозяйство энергоблока вполне соответствует его мощности так на пристанционном узле одного только энергоблока установлено 10 мощных высоковольтных трансформаторов 2 блочных мощностью по 1000 мегавольт ампер с массой по 553 тонны 8 рабочих резервных по 63 мегавольт ампер кстати таких трансформаторов не было во всей северо-западной энергосистеме суммарное количество изоляционного масла в этих трансформаторах составляет 420 тонн пусковая схема выдачи мощности 1-й энергоблок составила из следующего комплекса турбогенератор номер 2 блочный трансформатор с рабочими трансформаторами собственных нужд линии гибкой связи блочного трансформатора с ОРУ 330 кВ и ОРУ 330 кВ 4 квартал 1983 года пусковой период был самым тяжелым и напряженным и ответственным за качество выполнения итоговых работ всех участников строительства станции электрическая часть станции в объеме пусковой схемы энергоблока была полностью подготовлена к энергопуску об этом 31 декабря 1983 года мной была оформлена запись в специальном журнале блочного счета управления в 20 часов 30 минут 31 декабря по распоряжению начальника смены станции Бориса Васильевича Антонова была выполнена операция по синхронизации и включению турбогенератора номер 2 и ИАЭС выдала в энергосистему первые киловатт-часы своей атомной электроэнергии Игнолинская АЭС занимает особое место среди АЭС с РБМК потому что ее сооружение потребовало серии специальных технических решений по вопросам монтажных такелажных и укропнительных работ это прежде всего уникальная операция по сборке транспортировке и монтажу реактора и технологических систем связанных с ним Реакторы РБМК канального типа были не случайно выбраны при строительстве ИГНС на тот момент времени четко обозначились их основные преимущества в том плане что технология монтажа активной зоны реактора была детально освоена и заводами изготовителями и монтажными организациями которые осуществляли их монтаж во-вторых конструкция этого реактора позволяла сколь угодно большой делать мощность реактора путем изменения геометрических размеров самой активной зоны реактора и одно из основополагающих преимуществ этого реактора умение операторов ввести перегрузку ядерного топлива не снижая мощности что характерно для реакторов водоводенного типа и вот эти перечисленные основные преимущества еще были дополнены той концепцией которая была наработана при монтаже реакторов РБМК это дезинтегрированностью поставок основополагающих элементов активной зоны реактора элементы активной зоны реактора секционно изготавливали заводными изготовителями проходя там контрольную сборку и после этого поставлялись на монтажную площадку для последующего их монтажа и сборки уже непосредственно при строительстве самой станции эти металлоконструкции собирались воедино в отдельном помещении таких помещений было четыре это верхняя решетка схемы там собиралась схема Р схема Л боковая ангологическая защита и схема КЖ устройство которое было способно поднять неимоверную тяжесть металлоконструкции а вес некоторых доходил до тысяч тонн это был шагающий транспортер изготовленный Новосибирским заводом металлоконструкции почему этот вариант был выбран для глинисток атомной станции грунты исследованные геологом не позволили с помощью кранов транспортировать стол тяжелой конструкции от шатров тепляков до перегружающих эстакады зданий 101 первые металлоконструкции это опорная схема С выполнена в виде креста ее задачей было стать нажаропрочный бетон в шахте реактора и принять на себя груз последующих металлоконструкций она была укрупнена со схемой Р и эти две укрупнительные схемы были погружены на транспортер и доставлены для монтажа в шахте реактора последующими металлоконструкции в шахте реактора была укрупнена доставлена схема так называемая биологически боковая защита и схема Д дополняющая ее являющаяся тоже боковой биологической защитой внутрь поставленных кольцевых схем была установлена схема КЖ смонтированной на ней компенсаторами все смонтированные и указанные схемы в шахте реактора были закрыты верхней схемы Е которая уже образовывала замкнутое реакторное пространство для последующего размещения в нем графитовой кладки графитовая кладка должна была быть установлена в реакторном пространстве сфилюлирует точностью размер допусков между боковыми гранями графитовых блоков нижнего слоя не должен был превышать 0,4 мм последующих слоев не более 0,6 мм а отклонение по всей высоте кладки на высоте 8 метров допускался для монтажников не более 3 мм строгие ограничения требовали строгое соответствия отверстий верхней металлоконструкции схемы Е и нижней металлоконструкции схемы Р для последующей постановки технологического канала массив графитовой кладки был собран из 2488 колонн состоящих из 34832 блоков разной высоты и эту уникальную сборку бригада Поляева Москвитина контролеры реакторного цеха Саша Внуков Электролидовский и многие другие блестяще выполнили и графитовая кладка была в двухнедельный срок смонтирована и завершена без каких-либо отступлений от установленных сроков После завершения монтажа графитовой кладки следующей операцией было наращивание трактов технологических каналов которые были укрупнены с верхними пароводинными коммуникациями После установки трактов наращивания в отверстия переходных деталей трактов схем и отверстия графитовых блоков были установлены технологические каналы которые являются элементами контура многократной принудительной циркуляции После установки технологических каналов в активную зону реактора были завершены крупные работы по установке коробов схемы Г завершение монтажных работ по связям каналов СОС технологических каналов и другим системам центрального зала и монтаж схемы Г был полностью завершен Это послужило началом этапа готовности центрального зала к проведению физического пуска реактора После завершения монтажа основного оборудования включая контур КМПЦ вспомогательные системы были выполнены после монтажной промывки достигнута необходимая степень частоты смонтированного оборудования и после чего контур КМПЦ был заполнен специально подготовленной водой Этап заполнения контура КМПЦ химической бессольной водой с разрешением химиков был сигнал к возможности подготовки и осуществления загрузки ядерного топлива в активную зону реактора Реакторная установка РВМК 1500 содержит 2052 канала которыми отведена определенная роль это 1660 технологических каналов 235 каналов системы управления защитой и 159 каналов для охлаждения отражателя гравитовой кладки секрет того что реактор РМК 1000 превратился в РМК 1500 состоит в том что наиболее активном участке перегрева теплоносителя второй половине тепловыделяющей сборки вместо обыкновенных дистанционирующих решеток были установлены специально сконструированные интенсифицирующие решетки которые позволили изменить режим истечения теплоносителя и перевести его из ламинарного в турбулентный и это дало вот такой поразительный эффект увеличения производительности канала в полтора раза Говоря об уникальности оборудования поставленные изготовленные длинно-скатовные станции следует несколько слов сказать о барабан-сепараторе который был сделан под возросшую паропроизводительность нашей реакторной установки изготовителем было мощное предприятие энергомашиностроения в городе Колпино Ижорский завод подъемом руководил тот же герой социалистического труда Гаврила Мариясов который укропнял металлоконструкции ему была доверена эта сложная операция по токеллажу и установке барабан-сепаратора в 506 помещения для его подъема был сделан специальный грузоподъемный кран и портал грузоподъемности 1000 тонн вот с их помощью барабан-сепараторы были подняты раскантованные и доставлены к месту установки на подготовленные для них опоры в помещении барабан-сепараторных загрузка первой ТВС в реактор на блоке праздник все поздравляют друг друга фотографируются на память рядом с пятаком реактора установлен пульт временной системы управления и защиты рабочий стол контролирующего физика на столе раскрыт журнал для построения кривых обратного счета по этому журналу будет установлен момент достижения самоподдерживающейся цепной реакции деления все готово к физическому пуску реактора первая ТВС после обильной протирки спиртом медленно под аплодисменты опускается в канал реактора вот что писала в те дни республиканская газета в центральном зале АЭС тишина идет загрузка топлива специальный кран плавно подает ее к технологическим каналам десятки людей в зале и на блочном щите управления фиксирует показания приборов постепенно извлекаются стержни поглотителя системы управления защитой реактора есть приборы свидетельствуют реакция началась в центральном зале ничего не изменилось но глубоко внизу в чреве аппарата уже идет незримый процесс неутомимый атом-труженик приступил к работе правда пока ему не дали развернуться во всю мощь сдерживаемый людьми он демонстрирует лишь миллионную долю своих возможностей но и этого достаточно чтобы приступить к исследованиям связанным с уточнением физических характеристик реактора они продлятся месяц и только потом аппарат будет готов к энергетическому пуску участие в непосредственном процессе укропнения металлоконструкций их приемки монтаже и допуск к последующей эксплуатации стало прекрасной школой подготовки самого актуационного персонала они были задействованы на этапах приемки смонтированного оборудования проверки его соответствия проекту и допуску к окончательной эксплуатации подтверждение того что наша станция безопасно работала и работает на протяжении уже четверти века говорит о том что мы были успешными учениками и уроки которые преподали нам высокоподготовленные специалисты занимающие монтажом нашей атомной станции мы усвоили надежно турбина К750 была изготовлена на ХТГЗ Харьковский турбинный государственный завод работают всего 4 такие турбины первая изготовлена в 1982 году я начал работу главным инженером участка в Морзале в мае 1982 года бригада Козловского Алексея Ивановича тогда вела монтаж сборного железобетонного фундамента турбины номер 2 поставка металлоконструкции и трубопроводов Морзала каркас здания город Новосибирск сборный железобетонный фундамент Эстония металлоконструкции внутри здания город электросталь трубопровод высокого давления город Белгород циркуляционные водоводы город Селятина вертикальный насос и береговой насосной Урал Гидромаш и многие другие предприятия поставляющие насосы арматуру привод дистанционного управления и тому подобное фундамент турбогенератора номер 2 был смонтирован в 82 году фундамент турбогенератора номер 1 в начале 83 года параллельно с монтажом фундаментов велась сбор корпусов конденсаторов строители возводили стены боксов в начале монтировалась стальная арматура мы монтировали закладные детали в стенах для технологических трубопроводов затем монтировалась опалубка и бетонировались стены выполнялись работы по бетонированию перекрытий каналов для подготовки к монтажу технологического оборудования и трубопроводов монтаж турбины начали с подготовки бетона под установку парных клиньев под фундаментные плиты турбины затем монтировали фундаментные плиты и анкерные болты. После выверки фундаментных плит в плане и по горизонту установили предварительно собранные нижние половины цилиндров низкого и высокого давления. На ИАЭС применена оптическая центровка цилиндров. После установки цилиндров ставятся верхние крышки, чтобы набрать 60% от веса турбины. И турбина сдается под подливку. После недельной выдержки бетона верхние крышки снимаются и начинается самое главное. Установка подшипников, центровка роторов и сборка проточной части, диафрагм и уплотнение турбины. Тяжеловесное оборудование доставлялось по железной дороге. На железнодорожный въезд блок Г1 по ряду А в малых осях. СПП завозились на специальных платформах крокодилов от шатров тепляков. Особенный груз статор-генератор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка Каждый блок станции оснащен двумя турбинами К750-65-3000 с генераторами ТВВ-800. Турбина одновальная, двухпоточная, один цилиндр высокого давления и четыре цилиндра низкого давления с промежуточным перегревом пара. Длина 40,5 метров, ширина 8,7 метра, высота 5,2 метра. Вес 1670 тонн. Скорость вращения ротора 3000 оборотов в минуты. Управление турбинами осуществляется автоматизированной системой АСУД-750. Игнолинская АЭС была последней для Треста промоэлектромонтажстройкой, которая без преувеличения можно отнести к разряду грандиозных, таких же как Новои, Шевченко и Ленинградская АЭС. Для выполнения электромонтажных работ на объектах Игнолинской АЭС, промышленных баз строителей-монтажников, жилищного и социального строительства, по приказу начальника Треста, в январе 1978 года было создано электромонтажное управление МСУ-21. Начальником управления был назначен Юрий Матвеевич Глазов, главным инженером Юрий Николаевич Акулов. Разработку проектов производства работ по главному корпусу Игнолинской АЭС выполнял Научно-исследовательский институт монтажной технологии НИКИМТ, город Москва, под руководством Льва Ивановича Антонова и руководителя группы в городе Снечкус Анатолия Павловича Герасимца. Основные объемы электромонтажных работ на АЭС поручили двум управлениям МСУ-21 и МСУ-32. С целью концентрации усилий строительных и монтажных организаций На первоочередных объектах ИАЭС проектировщиками был разработан пусковой комплекс, который включал в себя один энергоблок с одним реактором и двумя турбоагрегатами, а также вспомогательное издание и сооружение. Объем предстоящих работ был очень огромным. По количеству электротехнических систем и средств автоматики реактор-полуторамиллионник Игнолинской АЭС значительно превосходил своих предшественников на Ленинградской АЭС. Объекты были распределены по управлениям следующим образом. МСУ-21. Главный корпус. Блоки Д1, Д0, Г1. Здание 119. Береговая насосная. Административное здание 185. Кабельные туннели. Вспомогательные здания основной площадки. Магистральные сети связи и ТСО на площадке АЭС. Объекты жилья и соцкульпыта города. Базы строительной индустрии. МСУ-32. Главный корпус. Блок А1. Система Титан. Престанционный узел. Токопроводы 24 кВт. ОРУ-110-330 кВт. Наружные кабельные эстакады. МСУ-31. Здания 131, 137 и 138. СМНУ-80 поручили монтаж импульсных труб, стендов и датчиков КПА главного корпуса. Комплекс зданий 150, 159, 131, 137 и 138. СМНУ-41 ввели наладку систем КРБ пожарной сигнализации и ТСО. СМНУ-33 занимались наладкой электротехнической части и КИПа главного корпуса и комплекса первой очереди. Производственное объединение «Каскад» монтировал внутренние сети связи, телефонизацию комплекса первой очереди и строил АТС в здании 185. А ПО «Монолит» налаживал АСУ-750. Для выполнения большего объема электромонтажных работ в сжатые сроки по распоряжению руководителя 12-го главного управления Николая Смазнова часть объектов были переданы ТЭС-ТУХИМ «Электромонтаж» города Новосибирска. Электромонтажники МСУ-70, 71, 74, 76 трудились на блоках В1, В1, Д1 в зданиях 111, 137, 138. Руководил этими работами главный инженер ТЭС-ТУХИМ Александр Яковлевич Добрин. «Меня Смазнов вызвал в Москву. Сидели втроем. Смазнов, Дмитраченко и я. И сказали, что требуется ваша помощь, вы должны взять на себя максимальный объем работ по АТС-ТУХИМ. Электромонтаж не было ни до, ни после пуска первого блока Игнаринской АЭС. Численность в управлении МСУ-21 работающих электромонтажников и инженерно-технических работников пуск у станции увеличилась до 790 человек». «Основная сложность и трудность в организации выполнения работ на объектах строительства было создание работососнованного коллектива из командированных электромонтажников. Электромонтажники прибывали со всех управлений Треста, бывшей страны, от острова Новая Земля до города Шевченко и Новои, от города Сосновобор до города Иркутска. Вели монтаж уникального и дорогостоящего оборудования на блочных и резервных счетах управления станцией. Во сути монтировали высоковольтные ячейки, агрегаты бесперебойного питания 6 систем безопасности, щитовые 0,4 кВт и пусковые шкафы электродвигателей. Их было около 6000 единиц. Мощные аккумуляторные батареи СК-60 по 2160 Ач каждой для 6 систем безопасности. Всего можно выделить 6 основных этапов производства работ. Подача напряжения на собственные нужды постороннего источника питания, пуск главных циркуляционных насосов и холодная промывка контура многократной принудительной циркуляции. Горячая промывка КМПЦ, физический пуск реактора, энергопуск с турбоагрегатом номер 2 и пуск турбоагрегата номер 1. Наиболее ответственным и объемным для электромонтажных организаций был первый этап подачи напряжения на собственные нужды. На этом этапе были построены и введены в эксплуатацию основные электротехнические сооружения. Смонтирована основная масса электротехнического оборудования распределительных устройств. А также в необходимом объеме счетовые устройства управления, защиты, сигнализации, автоматики, кабельная продукция, освещение и связь. В предпусковой период основная нагрузка легла на наладчиков СМНУ-33. Руководитель Евгений Владимирович Лукашевич, начальник участка Николай Николаевич Комаровский и главный инженер участка Борис Васильевич Юшик. Наладчики сутками не выходили из помещений станции, спали на стеллажах для того, чтобы пустить станцию в срок. Всего общими усилиями электромонтажники смонтировали на EAS 4 блочных трансформатора, 2 автотрансформатора на ОРУ, 16 трансформаторов собственных нужд, 10 ячеек на ОРУ-330 и 19 ячеек на ОРУ-110, 224 силовых трансформатора до 1000 кВт Ампер, 744 ячейки КРУ-6 кВт, около 14 тысяч панелей, пультов, шкафов, сборок, 55 тысяч кабельных проходок через перекрытия и стены, 126 тысяч светильников, 220 электродвигателей 6 кВт и 3300 электродвигателей 0,4 кВт, 840 метров токопроводов 24 кВт, 4690 метров токопроводов 6 кВт, 2200 метров токопроводов 0,4 кВт, 13 тысяч километров силовых кабельных линий 6,04 кВт, 16 тысяч километров контрольных линий, 390 километров линий связи и 300 километров жаростойких кабелей, итого почти 29 тысяч 100 километров. Если вытянуть в одну нитку все кабели, проложенные на ИАЭС, то это составит три четверти длины экватора Земли. Набор кадров Набор кадров проходил в очень тяжелых условиях и весьма интенсивно. Доша точно сказать, что за период с 1981 по 1985 годы было принято около 6 тысяч человек. Главной стратегической задачей того периода было обеспечить своевременный набор кадров основного производства таким образом, чтобы не менее 35-40% опытного и квалифицированного персонала были из родственных предприятий Министерства среднего машиностроения, в том числе на 100% оперативного персонала. Это была не чья-то приходь, а суровая необходимость, вытекающая из истории опыта создания предприятий Минсредмаша, которая в будущем могла обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию основного оборудования. Вокруг этого костяка затем можно было комплектовать весь персонал станции. Большую помощь в этом плане оказало нашей станции руководство Минсредмаша, которое направило на все родственные предприятия директивные письма с просьбой не препятствовать тем работникам, которые изъявят желание перейти на работу на Игнолинскую атомную электростанцию. Сохранением средней зарплаты по старому месту работы в течение трех лет до пуска Игнолинской атомной электростанции в эксплуатацию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что персонал основного производства был набран в своем большинстве с родственных предприятий Ленинградской, Смоленской атомных электростанций, Челябинского, Томского, Красноярского комбинатов и других предприятий Министерства среднего машиностроения. Большая работа была проведена специалистами по подбору комплектаций кадров, когда на станцию приезжали люди практически со всего Советского Союза. Это из городоков атомной промышленности, из Сибири, это и Ленинградская, и Курская, и тогда Нововоронежская станция и многие другие, Обнинск. И постепенно формировался коллектив, собирались группы специалистов, интегрировался опыт, объединяло общее дело, объединяло общие задачи, был общий такой большой подъем. Работали не по 8 часов, а кто по 12 и больше часов в сутки. Интенсивно вели оперативные совещания и в штабе строителей, и в штабе эксплуатационников. Я помню, как нужно было готовить уже эксплуатационную документацию, но не хватало еще и проектной. Приходилось что-то писать такое временное, чтобы люди могли знать, как должна пускаться, как должна эксплуатироваться станция. Все эти успехи по пуску станции строительства, конечно, благодаря тем людям, которые самоотверженно работали на этой стройке, на этом проекте. По проекту управляющая вычислительная система «Титан» являлась неотъемлемой, частью системы контроля и управления блока. И блок без нее неработоспособен, так как все параметры, сигнализации и многие команды дистанционного управления идут через систему и только через нее. Отсутствие контроля по некоторым параметрам или отказ определенных функций влечет остановку реактора. Блок был головным. Следовательно, и система УВС была тоже головной. Прототипов не существовало. И хотя на РБМК-1000 уже работала информационная система «Скала», первое же знакомство с ней показало, что опыт ее эксплуатации был неприменим к условиям ИАЭС. Программное обеспечение должно было быть очень сложным. Еще нигде его такого и не было. Ни на одном блоке, потому что «Скалу» с такими желканальными реакторами, ну, ни в коей мере по электронной технике нельзя было сопоставить с тем, что должно быть на инолине. Разработчиками ИВМ и технических средств связи с объектом были предприятия и институты Минприбора, Северодонецкие НИИ УВМ, приборостроительный завод и Черновицкое производственное объединение. Разработчиком программного обеспечения УВС было московское отделение ЦНИИК. Алгоритмы задач реакторной части разрабатывал НИКИЭД, главный конструктор реактора. Кроме того, в кооперации участвовали институты Академии наук и Министерство среднего машиностроения. Курировал создание и пуск УВС Иван Павлович Медников, представитель главка Министерства. В этот список необходимо добавить монтажников из МНУ-33 и специалистов ИАЭС. Когда я сюда приехал, я был начальником смены станции, это был мае 1982 года. Я до этого очень хорошо знал систему скала, здесь уже была система Титан, более современные компьютеры, мощные, по тем временам самые лучшие современные. Система отображения должна была быть на крупных дисплеях, в отличие от скалы. Были уже подготовлены первые версии будущих фрагментов, и мне, как технологу, нужно было разобраться, насколько они будут удобны операторам, насколько они будут приемлемы программистам, чтобы реализовать эту идею. Такая идея когда-то была в системе скала на РБМК-1000, но она не нашла своего воплощения из-за того, что не было соответствующей техники. УВС Титан была реализована на современных ЭВМ типа СМ-2М и 90 терминалов связи с объектом. Всего от объекта принималось аналоговых сигналов 8719, дискретных 6900, инициативных 2200, а выдавалось на индикацию 14250. СНИИК был тогда ответственен за разработку Титана, когда мы вместе с программистами, с инженерами этих институтов делали эти проекты и задачи. Помню, как установили Титан, и программное обеспечение не позволяло выполнить отражение фрагментов. К пуску нужно было сделать хотя бы два-три десятки таких фрагментов, а как вы знаете, у нас их работает более ста. И тогда мы долго спорили, сколько надо фрагментов оставить, а я понял, в чем было дело. У них не было... Они не готовы были сделать даже один фрагмент, поэтому я им сказал, сделайте всего один. Они были в шоке, но они его не сделали. И пускали мы главный сырк-насос, и когда ставили временные контрольные щиты и обкатывали, вот так прошел горячий пуск. Очевидно, было серьезное отставание с программированием системы в целом и разработкой отдельных задач. Руководству станции «Иглавка» удалось правильно донести мысль о том, что проект УВС стоит на критической линии, и что от его успешного запуска зависит пуск всего блока. Представители предприятий прибывали по первому зову, причем приезжали бригадами, готовыми решать на месте все вопросы, ликвидировать недоработки и устранять дефекты. В пиковые дни количество одновременно работающих на системе человек достигало 150, а иногда и 200 человек командированных. Я бросил все силы лучших наших программистов на разработку урезанного программного модуля для производства наладочных работ, что и было сделано в большей степени под руководством Столицына, Чугура, Яшина и Киреева. С 11 июня была организована сборная команда из представителей НИКИЭД, ИАЭ, ЦНИИКА и даже группа программистов из «Общемаши». Руководил сборной «Я». Главным программистом был назначен Киреев Иван, который, на мой взгляд, был одним из лучших специалистов, которые я видел в своей жизни. Прекрасный программист, хороший организатор. Карибский, замминистра приборостроения, отвечал за все от Минприбора и был уполномоченным правительством. И мы дружно просидели рядом несколько месяцев в зале ИВС практически до пуска. Вся сборная работала без выходных и днем, и ночью. И все же мы победили, совместно создав пусковой комплекс программного обеспечения, обеспечивший работу блока на мощности практически до конца 1984 года, пока не было разработано полномасштабное программное обеспечение в соответствии со спецификацией. Необходимо сказать о том, что практически как «Титан» влиял на своевременный пуск энергоблока, также и вторая крупная вычислительная автоматическая система, называемая СУД-750, влияла на пуск первого блока и вообще на работу турбины. Таких турбин большой мощности еще нигде на Союзе не ставили, и систем управлениями нигде не было. Поэтому создавалась она практически с нуля. ПО «Монолит» города Харькова. Очень большую работу проделал здесь начальник участка СУД-750, старший мастер Пальвинский Юрий и набранный персонал. И благодаря также наличию специалистов ПО «Монолит», их всегда было достаточное количество, и эти люди были крайне высококвалифицированы. С СУДом нам, в принципе, вот с персоналом исполнения и разработки этой системы, очень повезло. Выпущенный еще в 1981 году проект ВЦ и АЭС был утвержден в 1983 году. По нему для решения комплекса задач АСУ в неоперативном режиме был спроектирован и впоследствии развернут комплекс из двух мощных машин ЕС-1045 с подключением к блочным ИВС. У меня была идея еще с самого начала вставить спецификацию по тому же «Титану» и в дальнейшем для подключения информационного потока от АСУ-750 поставить на блок пару машин, мощных машин ЕС-овской серии, ну, например, ЕС-1045 или ЕС-1046. Такая идея все время звучала, чтобы она позволяла проводить прогнозные задачи по физике, чего очень хотел наш АЯП, и институты Курчатовский, и Никиет. Когда уже шли пусковые работы на блоке, мне удалось подписать на две машины и на создание лаборатории вычислительной техники. Кратенькую спецификацию у нашего замминистра. Был назначен начальником лаборатории ВТ «Путинцев». Руководителем участка программирования был назначен Чугур Виктор. И работа пошла довольно быстро, эффективно. Получили мы быстро технику, установили, помещение привели более-менее в соответствии с кондиционными нормами эксплуатации вычислительной техники. Уже к моменту пуска второго блока это был практически полномасштабный, неплохой ВЦ. Система была многопользовательской и имела в своем составе чрезвычайно производительные для того времени матричные процессоры и большую дисковую память. Одних дисплеев было около 20 штук. Одни из первых по постановке и разработке были задачи учета госповерки приборов, складского учета, движения автотранспорта, индивидуального дозиметрического контроля, бухгалтерии. В короткое время были введены в эксплуатацию задачи расчета перегрузок, учета и движения ядерного топлива, базы данных, технологических параметров и проектной привязки ИВС. Была разработана и внедрена задача обмена данными с блочным уровнем ЛИФТ. Главной в этом перечне была задача трехмерного нейтронно-физического расчета реактора, выполненная персоналом ВТ совместно с разработчиками из МИФИ. Пожалуй, ИАЭС в то время была единственной в Советском Союзе атомной электростанцией, где эксплуатировалась в промышленном режиме такая задача и имелось такое оснащение. В этом, я считаю, очень большая заслуга руководства лаборатории и, безусловно, персоналу. Прошел физпуск, прошла продувка паропроводов. Все активно готовились к первому пуску турбогенератора номер два. Именно он был готов, как первый пусковой турбогенератор. Не все системы были готовы в абсолютно исправном состоянии или налажены. Был определен тот необходимый минимум, чтобы провести эти пробные испытания. Цель была включить турбину, включить генератор в сеть, поработать какое-то время, снять соответствующие характеристики и снова, естественно, остановить станцию, чтобы произвести необходимые доработки. В 83-м году, 31 декабря, события, которые пять лет ждали, строители, монтажники, эксплуатационники, оно состоялось, я помню. 31 декабря, 83-го, мне приходилось быть на блоке, когда его пускали на реакторе конкретно и поставили, правда, небольшую, метра полтора елочку. И все аплодировали и разъехались встречать Новый год. Мы хорошо помним эти дни, когда на станции было очень много специалистов из институтов проектных, руководство главков присутствовало, представители правительства и региона, Игналины из Литвы. Вообще говоря, яблоку негде было упасть, ее не очень мешали операторам. У всех была вот такая цель, одна стремление к этой победе, к этому результату, и она была достигнута. 31 декабря 1983 года в 22 часа 08 минут прошла вторичная синхронизация генератора номер 2, набор нагрузки до 250 мегаватт. Это время официально считается включением первого энергодлока в энергосеть страны. Руководители и рабочие трестов, подразделений, электромонтажники, эксплуатация, представители шеф-монтажа замерли в ожидании этой минуты. Взгляды всех были направлены на тахометр, фиксирующий обороты ротора турбины. Тысяча, две тысячи и, наконец, долгожданные три тысячи оборотов. Аплодисменты и возгласы «Ура!». Ну а затем пошли уже, как говорится, кончились праздники, пошли рабочие будни, сделали все, что не доделали. Потом уже в январе включили второй турбогенератор. Государственная комиссия подписала акт в конце января о приемке в опытную эксплуатацию первого блока «Игнолинска-С». Где-то к маю уже месяцу была готова первая турбина, она тоже была включена. И шел процесс освоения мощности. То есть это делалось по специальной программе, поэтапно. И фактически весь 1984 год и даже до мая 1985 года мы выполняли эту программу. В мае уже 1985 года первый блок был выведен на проектную мощность. 1500 мегаватт электрических. Это проектная мощность и сегодня является как бы рекордом для блоков единичной мощности. Выше 1500 еще никто не брал. Сейчас строятся блоки новые 1600 мегаватт, но они только строятся. А мы уже работали. После Чернобыльской аварии все-таки пришлось согласиться с конструкторами, и эксплуатационники настаивали, чтобы мощность блока была ограничена. Мы ее снизили сначала до 1250 мегаватт. По условиям безопасности, физики реактора, долговечности кладки, состояние каналов реактора. Вот эти основные причины, которые были положены в основу. Работали на 1250 мегаватт. Но когда разобрались, это уже после, уже в годы независимости, мы приняли решение, что нам надо ограничить не электрическую мощность, а тепловую мощность реактора. И при этом, не меняя вот тех требований к безопасности, мы все-таки уже начали работать фактически на 1350 мегаватт. А второй блок, который был пущен в августе 87-го года, он тоже уже по такой же программе, но более в хорошем темпе включался. И на нем была освоена проектная мощность 1400 мегаватт. После этого как раз было принято решение, что выше уже мощности на этих реакторах не поднимать. Примеров таких неординарных, таких решений было достаточно много. Начиная даже от монтажа самого реактора, когда здесь применялся этот шагающий транспортер, который тащил почти на километр металлоконструкции реактора с площадки, где сегодняшнее хранилище ядерного топлива находится. Уникальные краны и монтаж, барабан сепараторов. Уникальные работы, связанные с турбиной К-750, которая тоже была впервые сделана с такой мощностью, только для такого специального проекта. Мы одни из первых внедрили, это был 1985 уже год, после пуска блока, способ отопления города от атомной станции. Это теплофликационная установка, которая до сих пор уже более 20 лет успешно работает и обеспечивает обогрев и горячее водоснабжение не только станции, но и всего нашего города. Много и других решений было. Трудно даже кого-то не упомянуть. У них были новые идеи или решения в системе водоподготовки, водоочистки, новые смолы, новые фильтры. Это и электрики, которые, в общем-то, тоже использовали достаточно многоканальную систему энергоснабжения, современные уже дизель-генераторные станции, автоматика, релейная защита под станцией ОРУ-330-110 кВт. Были интересные в дальнейшем решения это по ядерному топливу, когда мы уже после проектного обогащения 2% нашего топлива переходили на уран-эрбивое топливо. Большая заслуга в этом именно наших специалистов, Борис Алексеевич Воронцов, сотрудников АИАБ, которые вместе с Курчатовским институтом, с Никитом впервые для РБМК рискнули и применили это топливо. И оно сейчас используется на всех станциях, и РБМК-1000, но мы тогда тоже были, в общем-то, первые, и наши возможности показали, что это топливо очень перспективно и выгодно для безопасности станции. То есть много достаточно хороших примеров, их, может быть, трудно сегодня перечислить в таком коротком интервью, но я еще раз хочу сказать, что это все сделали люди, это наши люди, которые и сегодня работают на станции, и те, которые уже не работают на станции. Но это все их вклад, и мы им сегодня пользуемся. И будем пользоваться до самого последнего дня работы Игнолинской АЭС. За 13 лет была построена самая мощная электростанция в мире. При строительстве АЭС построена и смонтирована 142 километра автодорог, 50 километров железных дорог, 133 километра канализационных сетей, 164 километра теплосетей, 390 километров линий электропередач, заложено более 3,5 миллионов кубических метров железобетонных конструкций и 80 тысяч тонн арматуры. Общий вес реактора с загруженным топливом 9400 тонн. Общий вес турбины К-750 с конденсаторами 2460 тонн. Общая длина трубопроводов турбинного отделения 190 километров. Вес генератора ТВВ-800 с возбудителем ВТ-6000 600 тонн. На 1 января 2008 года на Игнолинской АЭС выработано с начала эксплуатации 287 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В том числе на энергоблоке номер 1 137 миллиардов киловатт-часов, блок остановлен 31 декабря 2004 года. На энергоблоке номер 2 149 миллиардов киловатт-часов. Отпуск электроэнергии потребителям с начала пуска составил 261 миллиард киловатт-часов. 26 миллиардов киловатт-часов ушло на собственные нужды станции. Для выработки этого количества электроэнергии сожгли более 18 тысяч тепловыделяющих сборок, что около 2000 тонн уранового топлива и подготовили 850 тысяч кубометров химически обессоленной воды для КМПЦ, чтобы выработать пар для турбин. Время от времени я слышу разные варианты происхождения знаменитых вентиляционных труб символа Игнолинской АЭС, вспоминает Евгений Логинов из ВНИПЕД. «Не буду их приводить. Все рождалось на моих глазах. Трубы придумали Александр Прокофьев с Николаем Брагиным. Они были молоды, в хорошем смысле нахальны и очень талантливы». Если ехать в Висогин в солнечный день по старой дороге со стороны Дукштаса, сразу после Римшинского перекрестка можно увидеть, как вдруг появляются в дорожном проеме между деревьев бело-красные трубы ИАЭС, а затем также быстро исчезают. И увидеть их потом можно только уже при подъезде к самой станции. Есть много мест в округе, где открывается величественный и неповторимый вид атомного исполина. Но почему-то именно это место притягивает и завораживает меня своей необычной простотой. Почему-то именно в этой точке пространства вдруг понимаешь, что же сотворил на этой земле человек. И насколько велико уважение к тем, кто это придумал, построил, запустил и эксплуатирует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok